Шалом, мои дорогие! Дорогие друзья, с вами Равин Каплан и речь сегодня пойдет о недельной главе Торы Талдот. В этот раз, дорогие друзья, мы поговорим о братьях и о их отношениях. Как мы помним, Ицхак взял Ривку в жены и Бог благословил их рождением близнецов. Первым появился на свет Исав, а следом Яков, держась за пятку брата. Отношения между ними не заладились уже в чреве матери. Выросли братья очень разными людьми. Один охотник и легкомысленный, а другой умница и домашний. Первого больше любит отец, другого больше любит мать. Еще немного информации. Первый сын получает право на две трети наследства. Первенец становится первосвященником. Исав, будучи первенцем, получал все причитающиеся права ему и обязанности. Но он был далек от размеренной жизни духовного предводителя народа. И Яков же был намного ближе к этой должности, но не был первенцем. Тогда он решил выкупить право первенца у Исава. Старший брат не противился сделке и продал ее за безделицу, чечевичную похлебку. Проходит время. Ицхак намеревался к концу своей жизни благословить своего первенца Исава и передать ему миссию лидера семьи. Услышав об этом ревка, приказала Якову облачиться в одежды Исава, предстать перед отцом и первым получить благословление. Первородство. Тора, дорогие друзья, называет Якова томим, цельным, до наивности, честным. Пророки называют Якова символом истины. Тогда почему он обманул отца и брата? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что этот же парадокс прослеживается и в судьбах его родителей. Ицхак был человеком огромной духовной силы. Он привнес в этот мир трепет небес. Это слово на иврите Ига и оно же имеет значение как способность видеть в духовном смысле. Ривка была символом доброты, хесед. Мы знаем это из истории с Элеэзером. Она начерпала воды из колодца, напоила Элеэзера самого, а затем предложила напоить всех его верблюдов. Убедившись в милосердии Ривки, Элеэзер посчитал, что она достойна стать женой Ицхака и войти в семью Аврагам. Мы также знаем, дорогие друзья, что Ривка никогда не рассказывала Ицхаку о пророчестве, которое случилось с ней накануне рождения близнецов Эйсава и Якова, в котором Всевышний открылся ей и сказал, что старший будет служить младшему. Берешит 25-23. Очевидно, что по этой причине она любила Якова больше, нежели Эйсава, зная, что тот избран Всевышним. Поэтому много лет спустя, услышав, что Ицхак намерен благословить Эйсава первым, она была вынуждена составить план обмана мужа. Она просит Якова притвориться Эйсавом. Как мы уже знаем, за событиями и персонажами Торы скрываются силы, которые управляют человеком для того, чтобы в итоге привести его к подобию Творца. Грех Адама привел его к изгнанию из Эдемского сада, святилища добра, предназначенного для первого человека. Он же означал и крушение первоначальной структуры сотворения мира. Добро, дорогие друзья, и зло перестали быть абсолютными понятиями, какими они были до того, как человек познал зло. С этого момента материальный мир стал для души человека и тюрьмой, и жизненным путем. Материальность груба, брена, эгоцентрична, плотной вуалю она покрывает божественную истину, отдаляет душу от святых источников, дорогие друзья. Но материальности содержатся и искры святости, ставшие неотъемлемой ее частью. Когда змей превратил наш мир в мешанину из добра и зла, на внешнем уровне, дорогие друзья, материальный мир противостоит всему духовному. Но внутри него величайший духовный потенциал. Изображение Якова, говорит Талмуд, напоминает изображение Адама. Баба Батра, 58а. Ибо миссия Якова заключалась в том, чтобы исправить грех Адама, восстановить, так сказать, космический порядок, нарушенный им. Освободить искры святости от материальной оболочки, дорогие друзья. Именно он, а не его материальный брат, должен был стать господином в материальном мире. И Ривка ему помогла в этом. Дорогие друзья, я думаю, что одна из основных наших жизненных задач – это регулярно переодеваться в одежды Эйсава. Но от этой одежды не быть зависимым. Маскироваться, так сказать, под существо материально, но при этом понимать, что это не более чем военная хитрость, с помощью которой мы намерены поймать в ловушку наше физическое начало. Использовать его во благо нас и Творца. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лаха. Много сил. Осуществите это. Вы увидите, как все будет хорошо. Будьте здоровы. Шалом. Ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова